Всем привет! В эфире канал Туркешплитов. Меня зовут Елена, и я ваш гид по остановкам в Анталии. И я могу вам подсказать, как куда проехать, как куда дойти. У нас еще одна важная остановка, важный пересадочный пункт есть в Анталии. Называется остановка Вакивбанк-Дураим. На самом деле сам Вакивбанк находится на той стороне, но обе остановки на двух сторонах носят ее название. Для чего вам надо знать эту остановку? Например, вы едете из Кемера, вы едете из Кони-Алты, ориентируясь в Пяти Микрос, сюда доехать и добраться до торгового центра Марк-Анталии. Ну и кроме того, здесь же исторический центр города находится. Там у нас Калеича. Вот здесь даже есть указатель. Сейчас покажу эту остановку. Здесь всегда очень много людей. Вы точно не заблудитесь? Вы когда будете ехать на автобусе, пол автобуса выйдет точно. Вот это остановка 10-364, Вакивбанк-Дураим. И от 5-Микрос вы можете приехать на Кэджи 35, 35А. МЛ-22, это вот идет он из Хурмы, кстати. Вот ВС-18, это экспресс. Если вы какой-то автобус забыли, я обязательно это пропишу, я еще вам дам ориентир. Вы можете сами прочитать, что вам, когда надо ехать, то это называется, вот видите, Вакивбанк-Дураим, это остановка. Либо вам еще ориентир, вот видите, Юзен-Жи-Ил-Бульвары. Это вот как раз вот эта большая дорога, так называется, Юзен-Жи-Ил-Бульвары, и по ней проезжают эти все автобусы. Также здесь можно сесть и уехать в Лару, но возле Марк-Анталии есть остановочка, где тоже останавливаются эти автобусы, как вот этот, например, LG-07. Вот, кстати, здесь идет автобус 600, он едет у нас в аэропорт. Я в описании добавлю, какие автобусы сюда приезжают. Мы также снимали отдельное видео, как из Кемера доехать до 5 Мидрос, и тоже там показывали остановку, с какой можно уехать. Вот вы можете даже видеть эту остановку, как уехать в центр города. Потом мы приезжаем, вот, кстати, автобус ВС-18, он проезжает Кони-Алтыр полностью. Если вы где-то в отеле рядом находитесь, и у вас ориентир парк матрешек, то вам тоже подойдет этот автобус. Вот вы вышли из своего автобуса, и я вам покажу, как дойти до торгового центра Марк-Анталии. Здесь идти буквально, ну, не больше 5 минут. Вот выходим и идем в ту сторону. Ваш ориентир, вот этот знак. А в той стороне остался пешеходный мост. Пешеходный мост вам понадобится в обратную дорогу, когда поедете, чтобы перейти на противоположную сторону. Вот мы просто идем. Здесь, кстати, по пятницам проходит большой базар пятничный, джума-пазары. И с этой остановки вот мы вышли и сразу повернули вон туда. Вот там две улицы, базар. Один, два, три, и... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну вот, мы очень быстро пришли к торговому центру Марк-Анталии. Здесь в нем много магазинов. Мы неоднократно тоже снимали и будем продолжать снимать обзор этого магазина. Ну, раз мы говорим про остановки, давайте я еще вам покажу. Трамвай вы видели, как проезжал здесь. Это остановка трамвая Мурат-Паша. Если вы сядете вот на противоположную сторону и поедете налево, вы за 30 минут сможете доехать до торгового центра Мола-Анталия и Дипа. Это вам в ту сторону. Если вы сядете вот на эту остановку и поедете в противоположную, то по средам и воскресеньям через одну остановку, называется остановка Сигорта, вы ходите, и там рядом находится базар Чаршамба-пазары. Про него мы тоже снимали. Это достаточно дешевый базар. Там на первом этаже продаются овощи, фрукты, а на втором этаже одежда и прочий текстиль. Еще что здесь интересное есть? Конечно, у нас есть отдельное видео, как дойти от Марка-Анталия в Калеичи. Это мы поворачиваемся и идем вот по этой улице пешеходной. Вот видите, у вас ориентир. LC Вайкики. Вам нужно ориентироваться идти туда. Но, в принципе, все люди идут в ту сторону. Там находится Капалый Ёл, закрытая улица. Помимо того, что вы дойдете до исторического центра Калеичи, вы увидите много интересных магазинов, тех же самых марок, которые есть в этом торговом центре. Единственное, что там, на закрытой улице, вот на Капалый Ёл, магазины побольше размера. Ну и также здесь, конечно же, можно пополнить карты, но я вам скажу, здесь всегда очередь. Вот что с этой стороны, что с другой. Это люди пополняют для того, чтобы поехать на трамвае. Как видите, добраться в центр города очень просто. Если вы зададите вопрос, а как же сюда добраться из Лары, мы на него тоже уже отвечали, мы снимали подробное видео, инструкцию, как дойти до остановок. Но я так на минуточку скажу, что ваши остановки будут не эти, что мы показывали. Вам приезжать нужно будет. Остановка находится сзади этого торгового центра. Там возле кладбища остановка. А уезжать вы будете вот, это ее даже отсюда видно, она находится у второго входа торгового центра Марканталия. Какие номера автобусов, тоже уже рассказывали. А теперь я расскажу, как добраться обратно из Марканталии в Кони-Алты, 5 Мигрос или в Кимер. Идем мы по той же самой дороге, как мы приходили в Марканталию. Вот видите, он там. Мы обратно возвращаемся, но вы приезжали вот на эту остановку. А сейчас поднимаемся на мост, как сделали мы. Переходим через дорогу. Это Юзен-Жиилд-Узвары, очень большая дорога. Важный транспортный узел. Здесь ходит очень-очень много автобусов. Конечно же, здесь есть лифт, если бы с коляской. А мы съедем на эскалаторе. Видите, какое огромное количество автобусов здесь проезжает? Кстати, автобус из аэропорта номер 600 тоже едет здесь. И потом уже на автовокзал. Для того, чтобы вдруг вы скажете, что мы забыли, какой номер. Мы, конечно же, все номера пропишем, какие здесь останавливаются. И вот здесь вот строчка будет идти, и в описании будет. Вы можете сами сориентироваться. Подходим и ищем. Например, КГ-06. Вот видим. Мигрос в Дураи. Это значит, едет опять Мигрос. 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 КЛ-08. Также едет и в Мигрос. Вот видите, в Куни-Алты он едет. Едет он, проезжает все известные вам отели в Куни-Алты, которые находятся. То есть, например, парк Матрешек для вас ориентир. Вот это вам пойдет. И КЛ-08. И КГ-06. Для тех, кто едет в Кемер, мы снимали отдельное видео, как доехать до 5 Мигрос и вернуться обратно. То есть, вы выходите на той остановке и садитесь на свой автобус в Кемер. Так, давайте еще покажу, какие автобусы едут. Например, МЛ-22, он едет в Хурма. У нас много теперь русскоязычного населения там проживает. Вот это их автобус. Вот в Сары-Су проезжают, они тоже мимо Хурмы проезжают сейчас. Видите, и Лиман. То есть, вам ориентир. Если вы находитесь в Куни-Алты, мы читаем либо Мигрос, это значит 5 Мигрос. Либо, если у вас ориентир дальше, то вы читаете, вот она. Лиман Махалеси, это значит, будет проезжать мимо вас. Автобусов здесь очень много. Вот мой любимый автобус-экспресс. Он тоже едет и Мигрос, и едет он в Сары-Су. А в Сары-Су у нас находится канатная дорога. Если у вас написано «Оттогар», это значит автовокзал, конечно. Вы точно здесь не заблудитесь. И еще, вот смотрите, здесь есть табло, которое показывает, через сколько минут будет подъезжать следующий автобус. Видите, вот КЛ-08. Приедете через одну минуту. Я уверена, что вы точно здесь не потеряетесь. Если что, можно всегда спросить. Обязательно найдете, кто говорит на русском языке. Ну, или даже местное население очень дружелюбно и вам помогут. Вот-вот приехал, кстати, КЛ-08. Автобусы ходят здесь очень часто, но очень много. В Анталии можно доехать в любую точку на автобусе. Если вам нужен какой-то эксклюзивный маршрут, вы мне пишите в комментариях. Я вам подскажу, как добраться и где сделать пересадку. Кстати, на этой остановке можно и пополнить карту. Видите, сейчас это делаю. Или проверить баланс, если есть у вас карта. Карту можно купить и на одну подъездку, и на две. Ну, а можно купить, которая пополняется. И деньги на этой карте у вас останутся даже через год, если вы сюда приедете. Видите, если нажимаем на зеленый, это будет разовый билет. Если нажимаем голубенькое, это у нас будет нормальная, пополняемая карта. Язык есть турецкий и английский. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мы будем продолжать снимать видео на актуальные темы, помогать туристам и помогать также местным жителям, которые здесь проживают. Если у кого-то какие-то остались вопросы, пишите в комментариях. Также можно написать наш инстаграм. Все ссылочки на интересные видео будут у нас в описании. Подписывайтесь на наш канал, поставьте лайк. Я вас всех люблю. Всем пока.